Цивилизация в диком месте Вот оказывается есть такие маленькие лодки Перевозятся Чакова Доставляют каждые полчаса вроде бы Туда-обратно Утром договариваешься, когда ты будешь назад ехать Когда с Чакова выходишь Заказываешь, на сколько ты будешь возвращаться И до 17.30 они отправляют Последний 17.30 А вон ракета наша Это уже, кстати, на другой стороне Скажем так, не чистое море, залив Но оно видно, более зеленоватая вода Тоже морская, в принципе Полуморе такое Такие медузы здесь Вот это первый участок Наверное, здесь на первом участке находимся Такие типа пальмы На самом деле это, походу, искусственные Под пальмы сделали Прикольно, молодцы Все лучше и лучше песочек Такой прям вообще чистый-чистый Поменьше ракушки Непонятно, что-то такое, типа как Актиния, да? На Мидию Прилепилось Вот мы и на краю Ага, это не совсем на краю Это старая баржа, смотрите вообще Да-да, шесть какая-то там Для фирмов фантастических Можно здесь снимать Подходит такая Тематика До края еще далеко А вон остров Или первомайский Или просто майский Мы его проплывали на ракете Со стороны залива Лиманского Тут Тут нормальная вода Такая более-менее чистенькая Зеленоватая, конечно Сразу видно Здесь Хотя здесь уже тоже Видно она там на краю Вот мы уже близко Смешивается сильнее Ну вот Говорят, здесь купаться нельзя Вот плавать Сильные течения Наверное, закручивают водовороты Вот там Видно, как плещется Оно получается Такая болтушка Можно захлебнуться А, вот чувствуется Прямо отсюда Тяга отсюда Потом оттуда Снорят Вот видно, как вода движется Видите? Вот в ту сторону Вот даже По моим ногам Туда-сюда Волны с одной стороны Течение с другой Получается опасная ситуация Вот так вот это все выглядит Тянет непонятно Ну да Завихрения какие-то Завихрения Раз, два, три Прямо ноги-ноги подбивает Оно неоднородное То против тебя, то в сторону Не можешь как-то привыкнуть Пошли обратно По стороне залива То есть не залива лимана Ну что Сейчас я Успугал уток Или это бакланы Бакланы, да? Бакланы Стая бакланов заходит Какие смешные Некоторые еще сомневаются Воздух Воздух Вообще Прелесть Такой насыщенный С двух сторон моря Ты как в открытом море Водоросли единированные Прям не надышишься Свежесть такая Хоть и жара, вот солнце В зените Оп-оп-оп Змея Дикие места Места силы Прям прилив энергии дают Сразу Воздух не надышишься Такой свежий Здесь эффект нашей косы Получается Здесь? Да Как будто мы на косу идем Не, но все равно морская свежесть Чувствуется Соли, моря Классно Классно И свежок У нас запаха нет Сразу с моря сужаешься Свежий бриз Морской Смотрите Ужик Рыбку поймал Такие кадры классные Мы с вами увидели Маленький ужик Маленькую рыбку Все как положено Да давай Не будем тебе мешать Торпезничать Значит Сейчас я хочу вам рассказать историю О нашем путешествии Наше путешествие продолжается Хотя уже Пол третьего дня Мы в общем все очень Экономно спланировали Очень короче Бюджетная у нас поездка такая И Получается палатка То есть любая палатка Двухместная Одноместная На одного человека А одноместных у них нету Двух и трехместные Короче В общем если один человек Берет двухместную палатку То все равно 150 гривен Если два человека берут Двухместную палатку То 300 гривен За сутки Вот И чтобы вложиться в эту сумму Нам нужно там быть именно сутки Поэтому мы решили Что мы Придем позже Идем в наш лагерь До которого Ну Около шести километров И там тоже Они могут забрать на машине Но там сумасшедшие деньги Типа 600 гривен 600 гривен машина Ну это Огромные деньги Поэтому Для нас вообще Ну мы спортсмены Нам не проблем пройти 6 километров Покупались Покушали Отдохнули И сейчас в общем Мы часик будем в пути Может быть чуть дольше По песку идти Ну мы в кроссовках Так что нормально Друзья Что хотела еще сказать Вот иду прям под ногами Ракушки Рапана Чистая Красивая На самом деле Это здесь Не Не диковинка На самом деле Вообще В принципе В общем и в целом Рапаны Это инвазивный вид В Черном море Это Его не то что Можно есть Его нужно есть Вы окажете Огромную услугу Черному морю Если будете поедать Рапанов И чем больше Чем лучше Потому что Им в Черном море Очень хорошо Инвазивный вид Это Ну посмотрите Правильное определение На общих чертах Это тот вид Который Здесь изначально не был Который здесь Теперь очень хорошо Кладится И поедает Ту Новую сауну Которая До этого была Например Черное море Раньше славилось Гребешками Да-да Теми самыми Моллюсками Которые стоят Сумасшедшие деньги И рапаны Они Пожрали нам Все Гребешков Поэтому Рапанов Кушать Можно И нужно И мы Этим Может быть Даже тоже Займемся Если немножко Ну если будут Позволять Обстоятельства Кости их Найти И достать Из моря Вот Пошли Какой-то Пиратов Они Дружно Закапывают Людей Нам Удалось Пройти Мимо Нетронутые Идем уже Какой-то Пятнадцатый Рапан Мы их уже не берем Потому что Ну типа их тяжело Нести Но сейчас Первая Первая Мы нашли Половинку То есть даже Здесь в дикой среде У нас есть Устрицы Все-таки Большие Да Какой там это Размер Кто знает Хороший Размер Я вообще не в первый раз вижу Устрицу Я тоже в живую Первый раз вижу Такая какая-то кривая Она вся Да Она как мидия Только большая Да Ну да Она кривизной Отличается И толстая Мидия тонкая Панцирь у нее Да Да Это такая толстая Именно такая В первом утра Да Эта Такие Три Три Зато К Нам не сюда, не сюда, просто снимаю, неплохое это же место. Кто содержит этот кемпинг, сказал нам, что примерно 5-6 километров, а оказалось 3. Из-за этого мы прошли 4 километра, позвонили ему и оказалось все-таки по названию лагерей, что нам надо возвращаться обратно. Поэтому мы сделали лишний трюк, но все равно 5 километров у нас получается. Тут уже столовая есть. Туалеты, что немаловажно. Мокалы. Душ. Это душ. Ну а что вы хотите. И вот палатки на выбор. Тут мы покушали то, что мы с собой взяли. Я делала отбивные, сырнички, помидорчики, огурчики, хлеб и так далее. Вот наши палатки. Ну так в настрое. С нами Костин брат. Вот это наша с Костей, это палатка Андрея. Ой, сейчас там такое красивое небо, надо показать вам. Тут все в таких шариках и они пахнут так медом. Смотрите, сколько попыльцы. Обалдеть. Вот такие тут шарики у нас растут. Хозяин лагеря, который направляется вроде как к нам, к мальчикам. На месте, конечно, никто не готовит. То есть мы можем заказать еду и нам будет доставка, в общем, сюда. Палаточный лагерь этот. Когда мы еще звонили, спрашивали, есть мангалы и шампуры? Вот. А за дрова Костя не спросила. Но мы предполагали, что дров нет. Они пытаются, в общем, у меня работать. В общем, ножовку очень хреновую. И тупой топорик. Очень-очень тупой топорик. С ней можно делать, что хотите. Но ее этим топором, тупым, рубили-рубили. Несмотря на то, что это абсолютно сухая, уже трухлявая штука. И вот это вот дерево нам тоже сказали. Можете брать на костер. Ну, короче, его только бензопилой пилить можно. Но, тем не менее, мы нашли. Пошкребли по сусекам. Туда-сюда, туда-сюда. И... Вот это плохо. Я слежу за тем, чтобы ничего такого не было. Ну, видите, нормальный костер. В общем, шашлыку быть. Мы купили пачку маринованного шашлыка, чтобы не сильно париться. И, в общем, сегодня на ужин у нас будет шашлык. Про душ. В бочке вода с моря. Я пошла, попыталась помыться ей. Поняла, что вода очень силеная. Обмыла себе просто остатки водорослей, которые были. Ерем для душа не пользовалась. Голову не мыла. Намазала просто голову маслом специальным, чтобы расчесаться. И так и хожу. Это ватный матрас. Мы с Костей вместе его еле-еле вытащили с палатки, чтобы хоть немножко его обтрусить от песка. Он очень тяжелый. И он влажный, потому что... Ну, потому что море рядом. Вчера... Через сетку это выглядело лучше. Он очень-очень тяжелый. В общем, мы на нем сегодня будем спать. Но у нас, конечно же, есть постельное белье. Плюс в том, что кроме нас тут всего лишь одна женщина пока что. Может быть, на выходных здесь много людей. Но сейчас нас вот тут четыре человека приезжают. И два, которые следят за порядком и помогают... Помогают советам, где взять дрова. Вот. Спички я привезла с собой, чтобы даже и не парить людей лишний раз. Вот. В лагере, кстати, ракушки рапанов используются как держаки для всего на столе. А еще на том столе я видела, что ракушка используется как подсвечник. В нее вставлена свеча просто. И она каким-то образом вот так вот стоит, и в ней свеча горит. Ну, кстати, вот и подушки. Ну, это Костя выбрал самые классные подушки. Это мы их проветриваем. Самое интересное, что я смогла сегодня найти устрицы. Это ракушки от устрицы. Впервые в жизни вживую я вижу устрицы. Точнее, их ракушки. Было бы очень круто, конечно, найти живую устрицу и сразу ее скушать. Это, конечно, очень хороший знак. Это значит, что еще есть у нас устрицы в дикой природе. Потому что, ну, у нас есть где-то, где-то в Николаевской области устричная ферма. Туда сложнее добраться. И, ну, конечно, там устрицы стоят дорого. Там, типа, одна вот такая устрица стоит, я не знаю, около 100 гривен. Всем привет! День второй. Сейчас с Костей где-то за час наловили вот столько креветок. Тут вполне, ну, тут реально много. Двум людям поесть реально много. Даже замучаешься их чистить. Вот, он сейчас пошел, набрал водичку в море. Горячо. Горячо, горячо. Короче, как мы их поймали? Сетки здесь есть. Все желающие могут брать сетки и идти добывать себе пищу. Мы видели ската маленького. Мы за ним даже погонялись. Это было весело. Мы бы, конечно, его не ели. Просто хотели поймать его и рассмотреть вблизи. Вот такой маленький скат, такой диаметром сантиметров 15 был. Вот. Ой, какой горящий песок. Вот, и здесь. Я еще не была. А где? Я взяла зажигалку. Я взяла зажигалку. Ты в тапочках сходи, пожалуйста, за зажигалку. Вот. Вот там, где я взяла камеру. Где-то на том столе. С этими креветками замучила меня. Ой, извини, котенок. Ноги обтернули, нет? Да не особо. Ну, тут есть венник я подмету после себя. 36 градусов в этом домике. А мне кажется, что здесь прохладнее, чем там. Сколько же там? Ну, там на солнце, конечно. Ну, в общем, в тени у нас 36 градусов, можете считать. Вот такая вот сетка, видите? Ей мы ловили креветок. Вот есть даже спиннинги для любителей ловли, кефали и скатов. Здесь, ну, спиннинги и так доимаются просто. То есть это входит в стоимость обслуживания. Так что добывать пищу здесь можно, в общем-то, и само себе. Не обязательно заказывать себе еду. Поэтому можно, в принципе, тоже очень бюджетно отдохнуть. Допустим, даже те же 10 дней отдохнуть. 1500 гривен за палатку будет. И добывай себе еду, сколько хочешь, да, Костя? Ну, мало ли. Кто-то может захочет приехать так и на 10 дней и робинзонного круза побыть. Вода пока будет закипать минут 5. Посидим здесь в тенечке. Ну, вот видишь, ветер какой. Ну, это хорошо. Не так жарко, когда ветер. Не было вообще волны до этого. Ну, ветер опять с моря пошел и волны появились. Ну, я толком не покупалась, потому что я боюсь больших медуз. Там медузы такие сантиметров по 30 в диаметре. У меня башка. Потому что эти щупальцы. Я боком до нее дотронулась. Ну, то есть ты смотришь, вроде бы нигде их нету. Они же быстро так плавают этим капюшоном. Они, фух, и плывет. Только смотришь, вроде ничего нету. Повернулась на Костю. Тут чувствую, ну, хорошо, короче, в бок. Щупальцы жалят сразу. Припекло, да? Да. Уже даже без следа. Уже часа три прошло. Уже даже следа. Первый час так подбегает, конечно. Ну, это она причем мимо пропыла. Она только черканула меня с рукой. А так, конечно, даже одна такая медуза, она может сильно жалить. Если ее прям натереться ей, то, конечно, будет очень плохо. Ну, их прям много. Прям боишься вот. Ну, я прям боюсь вот прям просто плыть. Потому что я первый раз сегодня зашла в море, так поплыла. А класс, волн нету. И уперлась прям в шапку ей руками. Да еще повезло, что в шапку. Еще ничего не было без последствий. Страшно, короче, неприятно. Надо просто плавать в очках, где, и впереди себя смотреть там. Просматривается хорошо, море чистое. Да, оно тоже страшно. Потому что, видишь, она от тебя в трех метрах, и она на тебя плывет. И она быстро на тебя плывет. И ты начинаешь от нее плывать и ударяешься в кого-то другого. Надо уметь быстрее медузой плавать. Потеряли, да? Что, упал? Да. Потеряли. Подножки смотрят. И снимают. Неинтересно. Я хотел снять, как он встанет. Это Занетбунная пристань называется. Занетбунная это как? Заброшенная, да? Заброшенная пристань. У нас продолжение про креветок. Вот видите, как их много. Ну, это я уже переложила с кастрюльки. Вот. Полная миска. Вот такая. Да. И в кастрюльке. И хочу показать вам, какой привезли обед. Значит, вот в таких вот штучках. Горячий супчик. Макароны по-флотски. И салатик. Салатик, я так понимаю, в одной миске у вас для двоих будет. Вот. А суп-супом макароны по-флотски. Ну, короче, такой нехилый нормальный обед. Хорошо. Можно жить. Да. Красота. Перчиком. Вообще. Салатик. Салатик. Это рыбина. Ух ты, класс. Мы сначала подумали, что кусок сала это получается какая-то жирная рыбина. Такая же, ну, жирноватая. Да, красота. Да, конечно, такой обед. Кушится, короче. То, что надо. Жить можно там. Да. Кусок рыбы. Ну, короче, уха, да. Обычная такая уха. Вот. И что, икрада какая-то, что ли? В общем, Костя придет, будет пробовать уже. Друзья, заканчивается наше путешествие. Но нам еще стоит добраться до дома. В общем, мы сейчас уже в Очакове. Мы сели на ракету. Это стоило, по-моему, 60 гривен. То есть от Косы до Очакова. А в 10 минут мы плыли. Ага. И, короче, вот такая вот здесь вода. Вот в Очакове вот люди на море едут. Почему я и говорю, что наша река гораздо чище, чем в Очакове море. Покажи, сколько людей на море едут в Очакове. Вот столько людей в Очакове. Там довольны люди. Говорят, а что в нашей речке вонючке у нас на море? Там, где вы, ну, кто видел, мы показывали, какая у нас вода была чистая. Они называют речка вонючка. Во-первых, это уже не речка, а лиман. Такой же лиман, как и здесь. Но там вода проточная, сверху река протекает течением, вымывается, промывается. А здесь она застаивается, вот такая зелень образуется. Теперь мы идем на автобус? Да, нам надо быстрее, потому что, может, сейчас маршрутка, кто с катера. Вот такой вот отдых в Очакове. Обычный, короче, курорт, туровинник. Это называется «Создай эффект моря без моря». Сейчас женщина вот интересовалась, говорит, оказывается, что там на косе. Люди стонут уже, думают, может, что-то мы не знаем, почему. Что люди такие счастливые с косы приезжают в Кимбурно? Потому что мы говорим, там небо и земля, там бирюзовое море, а тут зеленое. Ступеньки очень высокие. Смотри, здесь цикад куча. У нас в Николаеве цикад нету. У нас в Николаеве там, ну, типа, две цикады, я слышала в этом году, в разных местах. Тут слышно, что прям куча цикад. Я думал, мы уже закончили с испытаниями на физику. Скажи, сколько нам еще идти. Ё-моё. Наши испытания продолжаются. Ну, зато мы в страшной форме. После отдыха. У нас эти сутки не отдых, а какая-то сплошная тренировка. С огня в воду, сладый огонь. На выживание. На выживание, это точно. Ну, в моем понимании, не обижайтесь, кто-то будет приезжать в Очаков отдыхать, для меня это вообще не отдых и это вообще не море. Но здесь очень-очень создан ажиотаж именно такого вот отдыха, прям кафе везде. Я хочу сказать, что если, ну, я был в жюри и мог расставить по категориям, допустим, Кимбур, Очаков и Николаев, ну, косу нашу, допустим, намыв, да? Да. Намыв бы был на втором месте, реально, там, сто процентов. Не-не, поэтому, я же говорю, мы сюда и не ногой, потому что, ну, блин, я сейчас увидела это море, а теперь вообще сюда никогда просто, даже мыслей не будет. Короче, теперь мы полчаса ищем автовокзал. Мы спрашивали у местных жителей и по карте смотрим, вроде бы идем в правильном направлении, вроде бы дошли до автовокзала. Тут уже пошли высотки, высотки, пятиэтажки. Ура-ура! Машутка полная, там оставалось два места и было еще куча людей, поэтому два человека сразу. Вроде бы по наполняемости она отходит, поэтому, надеюсь, нам ждать недолго. Дальше уже будем дома, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Так, пока что. Ура-ландо! Продолжение следует...